Друзья, всем привет! Вы на канале NECO И сегодня мы возвращаемся к теме металлоскателя Smart Hunter И сегодня я вам покажу самый простой способ, как собрать данный металлоскатель Этот способ самый простой, если, конечно, уже у вас есть DD-катушка Вот у меня есть DD-катушка, которую я собрал в одном из моих видео Вы можете посмотреть, как собирается DD-катушка на моем канале И здесь, в принципе, самый простой вариант, потому что мы используем внутренний генератор И нам не нужно будет Arduino, нам не нужно будет программировать Arduino Мы используем внутренний генератор и небольшой усилитель, который можно приобрести на AliExpress Этот усилитель мне стоил порядка, не знаю, где-то полтора евро с доставкой Полтора евро за три усилителя Потому что по отдельности они не продаются И все, в принципе, здесь ничего Ну вот, я еще сюда поставлю преобразователь напряжения Потому что этот усилитель нужно питать от 5 вольт И поэтому я хочу использовать литиевую батарейку, которая на 3,7 вольта И с помощью вот этого преобразователя, который тоже очень дешевый, стоит, не знаю, 50 центов, наверное, на AliExpress Так вот, повышаю до 5 вольт и питаю данный усилитель Буду использовать кнопку, не знаю, где-то только что была здесь Не знаю, а вот она, думала убежала Вот она кнопка, использую кнопку, чтобы включать и выключать всю эту схему Ну и все, это вот подсоединится к передающей катушке И к выходу одного из каналов, звуковых каналов от штекера Штекер используется на 4 пина Я уже об этом не раз говорил Потому что у штекеров на 4 пина только есть микрофон У штекеров на 3 пина нет микрофона Есть общий левый и правый канал звука А нам нужен общий микрофон, левый и правый канал звука Вернее, здесь мы используем только один канал звуковой Для взятия сигнала от генератора Я вот взял, что у нас здесь, вот когда мы берем, например, наушники, карнитуру Отрезаем микрофон и к нему подсоединяем вот такую схему Сейчас я ее покажу Я не раз тоже уже рассказывал об этой схемке Это, в принципе, просто-напросто защита смартфона В случае, если мы где-то под высоковольтной линией Или в земле закапан какой-то высоковольтный провод под напряжением Чтобы у нас ничего не произошло страшного со смартфоном Здесь всего два диода, сопротивление одно И конденсатор на один микрофарад И в этой версии, так как она будет самая простая, как я уже сказал Мы не будем настраивать никакую резонансную частоту То есть, как вы видите, я не упомянул, что нам нужно будет конденсаторы Два конденсатора, с помощью которых мы настраивали резонансную частоту На передающей катушке и на приемной Поэтому в этой версии, я вам сейчас покажу, мы не будем использовать это Это подходит для тех, кто не очень знаком с электроникой Поэтому сможете собрать таким способом и посмотрите, как работает В дальнейшем уже просто сможете подобрать и настроить резонансную частоту на катушке На передающей и на приемной, чтобы повысить чувствительность металлоискателя Хотя и так неплохо работает, вы сейчас сами в этом убедитесь А, ну что я еще хотел сказать В данной версии, так как мы используем звуковые каналы Ну, лично мне нравится и с вибрацией То есть, чувствуется четко, как вибрирует весь металлоискатель Когда начинает вибрировать смартфон И никаких проблем с этим вообще нет Что еще я хотел сказать? Ну, в принципе, я думаю, все Сейчас мы это все соберем Подключим и проверим на дальность, на разные предметы Какая дальность у нас, у этого металлоискателя Я решил записать сначала это видео Потому что еще микроконтроллер SP32 пока что не пришел На следующей неделе или еще через неделю, не знаю Придет этот микроконтроллер И тогда уже мы будем пробовать сделать его беспроводным Но пока вот я решил показать вот эту вот версию Потому что многие меня спрашивают насчет настройки резонансной частоты У людей возникают проблемы с этим Поэтому я вам покажу, как работает без резонансной частоты То есть, без настройки резонансной частоты Итак, ну вот здесь все уже у меня расложено Вот эта кнопка Итак, вот он усилитель Это усилитель с Алиэкспресс на 3 Вт Питается он от 5 Вольт Усилитель одноканальный У него есть вход и выход Все очень просто Но это уже я не раз рассказывал об этом преобразователе Называется MT3806 Очень хороший преобразователь, мне нравится Очень дешевый Ну вот на этой схемке все соберу Вот здесь у меня литиевая батарейка И здесь я его тоже купил Это вам не обязательно Ну, кто хочет, тоже может приобрести Кто использует литиевые батарейки Это для зарядки литиевой батарейки Контроллер Здесь загорается лампочка Красная, когда заряжается И когда зарядился, загорается синяя Итак, что у нас здесь? А, ну вот здесь я сказал Вот у нас схемка То есть здесь всего на этой схемке Один конденсатор Вот два диода И сопротивление Это у нас подсоединяется К двум проводам Приемной катушки Ну вот он сам штекер Это у меня выход От одного из звуковых каналов Кажется, от правого Я точно не помню Но там без разницы И это от микрофона Ну все Я вот сюда все припаяю Таким образом Ставлю сюда Таким образом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Снизим немного чувствительность Добро пожаловать на наш канал! 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 крышку мы кастрюли попробуем в статическом режиме, потому что махать здесь нервный 70 неплохой результат вообще ну вот на 70 начинает, ровно 70 итак, ну вот в принципе и все, вы видели как работает металлоскатель без настройки резонансной частоты и вот по такой простой схеме на внутреннем генераторе в принципе результаты неплохие, конечно не для профессионального металлоскателя, но все-таки неплохо то есть собирается в течение 10 минут, подсоединяем смартфон и вперед при наличии катушки, конечно и что еще? ну в принципе, если мы здесь настроим резонансную частоту то конечно глубина поиска увеличится, потому что чувствительность увеличивается от настройки резонансной частоты если лень настраивать, либо не знаете как настраивать, то можно собрать вот по такой схеме ну и все, всем спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok